Здравствуйте! И спасибо, что уделили время для просмотра этого видео. Это будет рассказ о том, как понимать те факторы, которые влияют на ваш бизнес. Известно ли вам, что было проведено много исследований, чтобы выявить самые успешные принципы, которым следуют люди в сфере бизнеса по всему миру? Очевидно, что у всех успешных бизнесов есть какие-то общие успешные действия. Представьте себе, если бы вы знали 10 самых успешных международных принципов маркетинга, как бы вам это помогло? Безусловно, это было бы для вас полезным. А было бы вам интересно узнать, как подбирать персонал и обучать его таким образом, чтобы сотрудники делали свою работу четко и эффективно? Насколько для вас это было бы ценным? Что ж, если у вас есть трудности в какой-то сфере бизнеса, то это не потому, что вы не знаете свое дело. У вас ведь есть свои успешные действия. Именно на этих действиях, которые вам уже известны, и строится ваш бизнес. Трудности на вашем пути возникают у вас не от того, что вам известно, а от того, что вам неизвестно. Своего рода скрытое влияние. Итак, сейчас я покажу вам результаты оценки компании одного бизнесмена. И показывает этот анализ плюсы и минусы в его бизнесе. Как видите, наверху у нас число 100. Внизу график опускается до нуля. Отсюда, чем выше график, тем больше это говорит нам о том, что в компании весьма успешно внедряются определенные принципы. Итак, давайте рассмотрим определенные области в любой организации, где очень важно применять те самые эффективные принципы. Первый сектор – административный или сектор руководителя. Здесь говорится об ответственности за управление компанией, что в итоге определяет соотношение доходов и расходов. Иными словами, в итоге нам нужно иметь больше денег, чем счетов. Эффективный финансовый контроль. Это очень важно, если вы действительно занимаетесь бизнесом. Эта точка показывает, насколько хорошо вы выполняете данную функцию, а также насколько хорошо вы расширяете свой бизнес. Далее, во второй колонке теста, мы можем наблюдать область, связанную с персоналом. Правильно ли у вас количество сотрудников и руководить ли вы ими так, как нужно? Продуктивны ли они? Существует ли в вашей компании эффективная система коммуникации, которая обеспечивает, чтобы люди знали то, что им необходимо знать для выполнения работы? А как насчет маркетинга и продаж в вашем бизнесе? Есть ли у вас полная база данных существующих и бывших клиентов? Очень часто этот потенциал не используется должным образом. Именно из этой области мы можем узнавать потребности наших клиентов. И отсюда вытекает, что чрезвычайно важно, чтобы эта область вашей компании была по-настоящему успешной. Финансы и бухгалтерия. Способны ли вы предвидеть, что произойдет в вашей сфере финансов? Оплачиваете ли вы счета своевременно? И правильно ли вы обходитесь с кредиторами? В безупречном ли состоянии ваш учет? Вот что показывает эта точка на графике. А теперь основа вашего бизнеса. Ваше производство. А именно, это оценка того, насколько хорошо вы предоставляете свой товар или свои услуги клиентам. И насколько им нравится ваше обслуживание. Остались ли они в итоге довольны тем, что получили от вас? А вот эта область имеет очень большое значение. Здесь осуществляется контроль качества товара или услуги, а также качество обученности ваших сотрудников. Насколько успешно вы корректируете их действия после допущенной ошибки? Что вы делаете, если ваш покупатель недоволен товарами или услугой? И что предпринимается, чтобы ситуация поменялась в вашу пользу, вместо того, чтобы были расстроенные клиенты и потерянный доход? Это очень важная область вашего бизнеса. Следующая область – расширение. Существуют ли у вас эффективные действия по привлечению в компанию новых клиентов на постоянной основе? Используете ли вы эффективно технологию пиар или по-другому связи с общественностью? Здесь у нас область первых продаж. Эта точка показывает, насколько активно вы работаете в данной области. А вот еще очень важная область для бизнесмена или бизнес-леди. Сколько стресса вы испытываете в работе? Справляетесь ли вы с текущими проблемами или стресс настолько серьезен, что он даже отрицательно влияет на ваше здоровье? Эмоционально вы в хорошей форме или к концу дня вам обязательно нужна рюмочка или нужно что-то еще, чтобы только не думать о бизнесе? Все это определяет, насколько стресс в бизнесе влияет на вас. Повторю, чем выше точка, тем лучше положение дел, а значит вы находитесь в более безопасном окружении. И соответственно наоборот, чем ниже показатель, тем критичнее положение дел. И еще один очень интересный момент. Вот здесь определяются ваши основные принципы управления. И в этой графе они сравниваются с сотнями других успешных бизнесменов. Иными словами, это показатель того, насколько вы открыты к новым знаниям и технологиям. И какова ваша точка зрения на этот счет? Существует много разных советов и рекомендаций. Вопрос в том, готовы ли вы их рассматривать и принимать. Итак, этот показатель сравнит ваши принципы с очень успешными международными принципами. И наконец, последняя колонка измеряет нечто очень и очень интересное. Способны ли вы принимать помощь? Сначала это может показаться несколько странным. Однако это очень точно сформулировано и является очень важным. Те люди, у которых способность принимать помощь очень низкая, скорее всего, даже не будут смотреть это видео, не говоря уже о том, чтобы заполнить данный тест. Потому что они мало кому доверяют. И особенно с подозрением относятся к тем, кто предлагает помощь. Они в нее не верят. Возможно, когда-то они заплатили кучу денег за какое-то обучение или тренинг, и это им ничего не дало, деньги на ветер. Эта точка покажет нам, действительно ли вы хотите улучшить что-то в своей деятельности. Или это простое любопытство. Теперь давайте посмотрим еще глубже. Как вы думаете, насколько сильно черты вашего характера влияют на ваш бизнес? Позвольте поделиться с вами одной истиной. Думаю, что вы согласитесь, что это действительно так. А именно ваш бизнес – это зеркальное отражение вашей личности, то есть вас самих. А как может быть иначе? Кого еще может отражать ваш бизнес? Вашего соседа? Ну, конечно же, нет. Ваш бизнес отражает вас. Он отражает ваши плюсы и, к сожалению, он отражает ваши минусы. Что ж, сейчас я хочу показать вам результаты оценки потенциала личности одного менеджера и показать вам, как это на самом деле влияет на его компанию. Результаты видны на данном графике. Давайте я кратко поясню ключевые черты характера человека на графике и как они влияют на его окружение. Ладно? Так вот как это работает. На данном графике мы оцениваем потенциал личности в диапазоне от минус 100 до плюс 100. Итак, все, что находится в нижней части графика, означает, что данные черты характера – это настоящая помеха. Можно сравнить это с машиной. Скажем, у вас есть элегантный Mercedes, но у него спущенное колесо. Понимаете? Очевидно, что даже один дефект может оказаться помехой для всей машины. Давайте начнем с первой точки на графике. Здесь измеряется стабильность менеджера в диапазоне от нестабильности и рассеянности до наоборот самой настоящей концентрации собранности. Так что эта оценка говорит о том, насколько вы стабильны и предсказуемы. Вы действуете на основе определенных принципов. Остальные знают, что на вас можно положиться и знают, чего от вас ожидать. На данном графике мы видим, что этот показатель находится очень низко. И это означает, что данный менеджер очень непредсказуем. Никто не знает, как он сегодня отреагирует на текущие события. И, конечно же, это создает нестабильность внутри компании. Что же может заставить руководителя, менеджера, быть нестабильным, неспособным к концентрации? Возможно, он не знает основные принципы бизнеса. Не знает, как планировать доход и правильно давать распоряжения по оплате счетов. Как управлять финансами так, чтобы его компания росла даже при наличии ограниченных ресурсов. Если в этом его проблема, то, скорее всего, он будет проявлять беспокойство, демонстрировать нервозность и неспособность концентрироваться. Его компания проникнется всем этим точно так же, как прониклась бы высоким уровнем стабильности и спокойствия. Именно это и придает подчиненным уверенность в менеджере. Так что для него это очень важное качество. Вторая черта говорит нам о том, насколько вы счастливы. Добиваетесь ли вы своих целей? И каково соотношение ваших побед и поражений? Как часто вы даете кому-то в вашей компании подтверждение, потому что произошло нечто хорошее и положительное? А в противоположность этому человек все чаще недоволен, депрессией и несчастлив. Знаете ли вы, что ваши сотрудники с одного взгляда определяют, какое у вас сегодня настроение? Если вы без видимой причины проявляете свое недовольство, то люди это чувствуют и это негативно влияет на них. Вам это приходило в голову? Вспомните, когда вы были маленьким ребенком и ваш отец приходил домой, если он даже немного хмурился, вы себе такие, «Ого, я что-то сделал, наверное, мне сейчас за что-то прилетит». Сотрудники реагируют подобным образом. Видите, как это может отражаться на работе сотрудников, а значит, на результатах компании. Третья колонка измеряет, насколько хорошие у руководителя самообладание и контроль, или наоборот, насколько он нервный и неуверенный. Как вы видите, на данном графике эта точка говорит нам о том, что этот менеджер очень обеспокоен. Может быть налоговыми органами или еще чем бы там ни было. Этот человек, ну, очень обеспокоен. Как вы думаете, как это повлияет на его сотрудников или его потенциальных клиентов, если они общаются с таким нервным и обеспокоенным человеком? Очевидно, что это будет очень серьезной помехой. Вокруг может много чего происходить, и сильный руководитель считается сильным, потому что он уверен в себе. Он может справиться с этими ситуациями. Если он обучен и знает принципы управления, то сможет сохранять уверенность. Что-то не так? Он не беспокоится, не сходит с ума и не расстраивает окружающих. Он просто говорит, хм, интересно. Команда конкурентов получила еще одно очко, и теперь они на пять очков впереди? Ну ладно. Время игры еще не подошло к концу. Так, команда, идите сюда. От него веет уверенностью. Ладно, следующие две черты — это уровень активности и настойчивости. Руководитель должен действовать, быть активным, а не вести себя послушно или пассивно. Этот руководитель настойчивый, и это хорошо. Но, к сожалению, если у него вот в этих областях низкие показатели, то, скорее всего, его активность и настойчивость выражаются отчаянностью. Понимаете, настойчивость не означает жестокость, не означает злобу или плохие манеры, а просто означает, что человек преследует цель, он куда-то идет, что-то делает, встречается с кем-то, сам вызывает события, в отличие от замкнутого, неуверенного, робкого руководителя. Тот не будет двигаться вперед, не доведет дело до конца, не сделает ничего положительного. Понимаете? А вот это уровень ответственности. Или способность быть причиной. Когда человек на высоком уровне, он понимает, что сам создает игру под названием бизнес. Если что-то хорошо, он это сделал. Если что-то плохо, опять же он это сделал. Если вы так к этому подходите, то это просто гениально, потому что тогда вы говорите себе «Я причина моего бизнеса». И вы берете контроль над всеми составляющими. А что происходит вот с этим парнем? Знаете, что он себе говорит? «Ох, во всем виновато налоговое законодательство, правительство виновато во всем, дело в конкурентах, дело в людях, в экономике». Понимаете? Он отодвигает все эти факторы вон, из сферы своего контроля. И поэтому он не может осуществлять положительный контроль над деятельностью своего бизнеса. Три последних черты на графике рассказывают о взаимоотношениях человека с людьми. Вы обнаружите, что у менеджера, у которого трудности с этим, и у которого низкий график по этим точкам, будут сложности в бизнесе и с сотрудниками, и с подчиненными ему руководителями, и даже в семейных отношениях. К примеру, вот эта восьмая колонка, по сути, своей, говорит нам о том, насколько человек критичен. Смотрите, если человек способен ситуацию оценить правильно, то он видит и плюсы, и минусы в сотруднике, в коллективе, в своей семье. И он не будет нападать на чьи-то недостатки, а будет наоборот стараться подтверждать в человеке его хорошие качества. Было бы неплохо иметь такого руководителя, не так ли? Когда эта черта характера ярко выражена положительным образом, то сотрудники, семья, дети будут чувствовать себя в безопасности рядом с таким человеком. Потому что они будут знать, что он их замечает, и что они ему не безразличны. Для менеджера это черта первостепенной важности. А вот эта предпоследняя колонка графика говорит о чуткости, или наоборот, об отсутствии таковой. То есть, если у человека здесь высокая оценка этого качества, это значит, что он отзывчивый и дружелюбный. Вы были бы рады пригласить такого человека к себе домой, на ужин, и хотели бы, чтобы он общался с вашей семьей, вашей женой, детьми, потому что такие люди отзывчивы и добры. И это очень важный момент в отношениях между людьми. Если у человека здесь низкая оценка, это значит, что он может вести себя весьма черство. Можно, конечно, так себя вести, и все-таки эта черта в любом случае проявит себя. И люди будут по ней судить о вас, и вы знаете, каким образом. Последняя черта графика это общительность человека. Для руководителя это весьма существенно, потому что, будучи руководителем, вы должны быть способны общаться и доносить свои планы и идеи до ваших сотрудников. Но вот еще что интересно, обратная сторона общения это способность слушать других. Если вы умеете выслушать человека и побудить его к общению, то вы много чего узнаете от своих сотрудников, в том случае, если они видят, что вас действительно интересует то, о чем они хотят сказать. Как видите, все эти составляющие вашего характера однозначно влияют на ваш бизнес и на ваше окружение. И очевидно, очень полезно знать об этом. Какие у вас плюсы? В чем вы сильны? А какие черты характера тормозят развитие и расширение вашего бизнеса, вашей деятельности? Было бы неплохо об этом знать, не так ли? Вначале я уже говорил о том, что все трудности происходят из-за тех вещей, о которых вы не знаете. И порой даже не догадываетесь о том, что они существуют. Что ж, а если бы вы, зная эти основы, сравнили свою деятельность с идеальной картиной того, как должен работать ваш бизнес, тогда у вас, вероятно, было бы больше шансов иметь хороший контроль вашего бизнеса, его расширения, контроль над тем, что приносит вам деньги и получать удовольствие от всего этого. Представьте себе, что вы точно знаете, как ваши личностные качества положительно или отрицательно влияют на ваш бизнес. Вы сможете предвидеть и предсказывать ход вещей и событий. Обязательно нужно знать, из каких элементов состоит успех вашего дела. А ваша личность, характер, к счастью или несчастью, это наиважнейший из факторов. Ведь ваш бизнес зеркальное отражение вас самих. Ну хорошо. И что теперь со всем этим делать? Перед тем, как закончить, хочу для вас отметить следующее. Знать путь и пройти его не одно и то же. Однако, для начала все же важно задать себе главные вопросы. Куда? И зачем? И постараться на них честно ответить. Итак, вот мой совет для вас. Обязательно посмотрите раздел «Цена ошибки» на сайте Реалити Бизнес. Это даст вам больше знаний обо всех этих элементах успеха в вашей компании и в вашей жизни. Вы сможете сделать собственную оценку всех этих факторов, ответить для себя на многие вопросы и освободиться от скрытого влияния неизвестности. Не забывайте, неважно, с какими вы сталкиваетесь трудностями, если вы знаете, что это за трудности, вы можете с ними справиться. Только неизвестные вам вещи создают настоящие неприятности. Что ж, спасибо и больших вам успехов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова